Зарубежных тоже немало всяких, потом там РИА Новости всякие, вот такие, короче, тоже там. Потом вот ваша лайф-ньюс. Просто два дня назад было такое заявление, которое было интерпретировано, ну, как мы понимаем, скорее всего, неправильно, да? Его интерпретировали, что вы чуть ли не готовы сдаться, чтобы там не гибли мирные жители, да? Вот можете объяснить свою позицию? Вы говорили, что вы готовы прекратить огонь, чтобы был гуманитарный коридор? Я повторю свое заявление, но только, наверное, с немножко другого начала. Мы будем сражаться при любых условиях, при любом соотношении сил. Мы победим, победа будет за нами. Но для предотвращения гуманитарной катастрофы мы готовы на момент проведения гуманитарки прекратить огонь в отдельных взятых районах. Это заявление, ну, как-то украинская армия отреагировала на него, то есть идут какие-то переговоры о прекращении огонь? Массированными атаками, попытками прорыва коридоров. А скажите, пожалуйста, сегодня ночью вот появилось сообщение о том, что везет там, по-моему, Пантелеймоновка и Донецка окружен украинской армией. Правда это или нет? Тогда отвечу. Мы освободили Краснолуч, коридор как был, так и остался. Идут уже расточенные бои под Краснодоном в районе Лавайска. Противник несет большие потери. Если есть желание, я мог бы на сравнении показать сводки противника о потере за месяц. Ничего страшного не происходит. Кроме того, что погибают мирные люди. То есть, скажем так, перевес идет то в сторону ополчения, то в сторону армии, да? Ну, это вопрос я не буду комментировать. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. 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 Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Игорь Негода. Спасибо. ievous Лос? Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. .